На встрече обсудили ход приемной кампании. Конкурс на поступление в ведущий вуз края традиционно высокий. В числе абитуриентов и победитель различных олимпиад и конкурсов. Но нередко выпускники кубанских школ выбирают столичные университеты и институты. Чтобы привлечь их в вузы Краснодарского края, нужно создать дополнительные условия и гарантировать дальнейшее трудоустройство, обратил внимание глава региона. Вот эти 100-бальники, те, которые на самом деле, может быть, чуть-чуть идут впереди своих сверстников в деле олимпиад всевозможных. Вот это те, которые, я уже сказал, и будут создавать научно-технический прогресс. И, конечно, хотелось бы, чтобы он создавался на Кубани. Нужно изначально дать этим ребятам уверенность в запрещенном дне. Уверенность в том, что после окончания вуза они будут востребованы здесь, у себя, дома, здесь, в своем родном крае. И вот здесь, наверное, необходимо с ними работать. Я дам поручение управления кадровой работы, чтобы вот такая работа с ними велась. То есть изначально можно подписывать какие-то соглашения о том, что после окончания вуза, при обленных условиях, они будут здесь трудоустроены в той отрасли, под той специальности, которая сегодня для них максимально привлекательна. Мы ежедневно отслеживаем тех, кто набрал 90 и более баллов, потому что для нас это тоже очень и очень важно. Эта задача является для нас, по сути дела, главной. И мы пытаемся работать именно с этой категорией предметно-индивидуально. Потому что подходы по массивам, что называется, они здесь не работают. Каждый из этих молодых людей – личность, у каждого есть свои планы. И мы видим свою задачу в том, чтобы убедить и показать возможности, которые может предоставить наш вуз и возможности, которые есть в Краснодарском крае. Прием на обучение в этом году на Кубани объявили 55 университетов и академий. В 11 вузах открыто около 10 тысяч бюджетных мест.